Особенным детям необычные занятия. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке предлагают развивающие уроки. Методисты, закончившие курсы, повышение квалификации, по специальной программе адаптации обучают детей способом коммуникации, взаимодействию с окружающими, помогают развивать речь и концентрировать внимание. За одним из таких занятий для воспитанников Центра инклюзивного образования и социальной адаптации счастья удалось понаблюдать нашей съемочной группе. Кристина Скворцова продолжит. Вы любите сюрпризы? Да! А гостей любите разные? Каждый день мелкими шажками они стремятся познать мир. Несмотря на недуги, воспитанники Центра инклюзивного образования и социальной адаптации счастья с охоты посещают занятия и с интересом вовлекаются в образовательный процесс. Завоевать внимание, научить не только слушать, но и слышать – задачи библиотекарей. Решение опытным специалистам известно, но педагоги не останавливаются на достигнутом. Все время совершенствуют подходы. И мы, кроме того, что обучились, все время просматриваем вебинары, ищем какие-то подходы, новые приемы. И занятие очень динамично для того, чтобы они не успевали устать. У нас проходит, оно не очень длинное – 15-20 минут, но оно очень насыщенное. И, в принципе, им очень нравится. Это занятие не стало исключением. Прежде чем приступить к обучению, ребята поприветствовали друг друга с помощью волшебного клубка. Чтобы настроиться на рабочий лад, устроили музыкальную паузу, послушали песню о дружбе. Это помогло погрузиться в тему урока. Ребятам предстояло посмотреть мультфильм. История крошки и нота не оставила никого равнодушным. Дети подражали героям, пробовали анализировать поступки персонажей. А еще познакомились с библиороботом. Каждое действие в работе с особенными детьми, подчеркивают специалисты, требует максимальной сосредоточенности. Держать зрительный контакт нужно с каждым учеником. Только постоянное внимание способно вовлечь ребенка в образовательный процесс. Здесь главное завоевать доверие их, установить связь, такую вот глазами и как-то вот внутренне, чтобы они тебя принимали. И, конечно, знать некоторые нюансы, например, говорить короткие предложения, не говорить очень много, потому что они не воспринимают. Сургутские библиотекари уже три года помогают особенным детям проходить социальную адаптацию. Проводят занятия по развитию крупной и мелкой моторики в форме игр. Положительную динамику оценили специалисты Центра инклюзивного образования. Мы вообще рады очень. Здесь ведь не только можно почитать книжку, поскольку здесь можно и посмотреть спектакль. Здесь можно пообщаться с роботом. Здесь можно поиграть в интересные игры на приставке. Здесь есть тактильные книги. Ну, здесь очень много всяких мероприятий полезных. С минувшей встречи у ребят останутся не только знания и яркие впечатления, но и фото на память с новым другом, библиороботом. А уже на следующем занятии воспитанников ждет новый образовательный шаг – урок изобразительного искусства. Кристина Скворцова, Юрий Чанцев, Сургут, Интерновости.